Здравствуйте, это программа «Важная тема». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей студии президент Федерации мотоспорта Карелии Андрей Петрунин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, я знаю, что продолжается борьба за то, чтобы у вашей организации остался стадион. В народе его знают как ПЛМК. Я напомню, что это в районе аэропорта Пески, заброшенный старый стадион. Какие новости? Я знаю, что недавно состоялся суд. Да, был у нас арбитражный суд, 13-й в Санкт-Петербурге. Значит, наши доводы во внимание не взяли. Осталось все без изменения. Значит, наша федерация, администрация города Петрозаводска должна 1,266,000. Так и осталось. Давайте напомним историю, если можно сказать, конфликта. Что произошло? Когда у вас появилась эта земля и какие сложности возникли в процессе? Нет, земля появилась. Мы сами подали заявку. Значит, она представляла собой мусорную свалку, эта земля. Значит, никаких там спортивных объектов не было. Но вот пришли представители Министерства спорта и запретили нам что-то делать. Вот полтора года мы ничего не могли сделать, судились. Почему они пришли и приявили притягу? Ну, по указанию министра спорта Воронова. Значит, наши все беды вот именно исходят именно благодаря ему. Что хотело Министерство от этого? Ну, они утверждали, что у них спортивный объект, беговые дорожки. Были ли на самом деле там беговые дорожки? Нет, беговые дорожки. Я был там несколько раз, не видел ничего подобного. Беговых дорожек там не было, там была мусорная свалка. Зачем понадобилось Министерству вступать с вами в конфликт? Ну, вы знаете, все проблемы нашей Федерации исходят от одного человека. Человек должен помогать развитию спорта в Республике Карелия. Но, к сожалению, для нашей Федерации он всячески вредит. И препятствует развитию спорта. В 2010 году, когда была вот у нас в Соложгаре трасса, значит, обещал он нам помочь, министр спорта Воронов обещал помочь нам решение вопроса с землей, что это землями Министерства обороны было. Значит, вопрос не решился. Значит, с аккредитацией нас тоже обманули. Аккредитировали Федерацию, которая вообще не связана с мотокроссом. Также выделились, экс-главой Республики Карелия выделились деньги, 2 миллиона рублей, но они осели в Министерство спорта. Так мы этих денег не увидели. Правильно ли я понимаю, что эту землю вы взяли в аренду? В аренду. Да, завод ПЛМК. И в силу того, что министерство встало в позу, судом вам было запрещено что-либо там делать. А аренду все это время с вас взимали. Правильно я понимаю? Сначала аренда была 206 тысяч в год, пока судилилась, вот законодательство поменялось, стало 1 миллион 95 тысяч. Какие долги у вас сейчас? За землю, на которой ничего не происходило? Долги у нас 1 миллион 266 тысяч. Есть ли возможность их выплатить? Ну, возможность есть, если администрация города Петрозаводска пойдет навстречу нам и продлит договор аренды, то когда будет построен объект, мы, конечно, этот долг будем гасить. А так у Федерации денег нет, потому что весь бюджет Федерации формируется членом Федерации, таких денег у нас нет. Позиция городских чиновников, какова она? Вы наверняка с ними встречались. Ну, мы встречались, да. Евгения Сухорокова вот сейчас нам дала официальную бумагу, значит, что в течение трех месяцев мы должны оплатить долг. Если мы не оплатим, то, значит, договор аренды будет расторгнут. Давайте кратко напомним, чего может лишиться столица Карелии, вся республика, если этот объект все-таки у вас отберут. Ну, будем называть вещи своими именами. Что вы хотели там построить? Что бы для нашей молодежи там появилось? Мы хотели, да, сделать спортивные объекты по воспитанию военно-патриотической молодежи, развитию технических и военно-прикладных видов спорта. Вчера буквально Иванов Сергей Борисович говорил вот именно о патриотизме, что это надо именно восстанавливать все это. Также под эгидой ДСАФ России, ну, к сожалению, пока возможности нет у нас такой. Восемь лет мы мучаемся. Чтобы телезрители понимали, вы просили у чиновников денег? Нет, денег мы не просили. На то, чтобы дети занимались спортом в Карелии? Мы только просили кусок земли. Дайте нам кусок земли, и все. Мы не просили ни денег, ничего. Дайте нам просто, мы построим объект, и если деньги пойдут, то пойдут же в бюджет деньги. Сколько молодежи могло бы там заниматься? Сколько молодых людей были бы охвачены вашим вниманием, они были бы не на улице, а при деле, скажем так, занимались тем же мотоспортом? Нет, ну, в данный момент мы планировали вообще сделать около, там, 10 классов. Например, там, пару секций, там, пару скалодромов, там, пару пинг-больных площадок, чтобы именно дети занимались. Ну, я не знаю, ну, человек, например, ну, не знаю, человек с тубы занималась, можно так сказать. Туристы могли бы туда приезжать? Скажем, приехали ко мне гости. Мог бы я их привезти, не знаю, покататься на квадроцикле за деньги, например? Да, был бы прокат. Квадро, мото, снегу. Без вопросов. Мог бы этот стадион работать круглый год или только летом? Нет, ну, все именно в проекте так и прописано круглогодично, зимой, летом. А на какие деньги вы бы все это построили? Вы же понимаете, что это за траты. Нет, ну, в данный момент, вот, говорю, вопрос все с землей. Если была бы земля, бы не нашлись бы инвесторы. А я не могу прийти к инвесторам, что у нас землю отбирают. Никакой инвестор нам денег не даст. И просто так, вот, миллион двести шестьдесят шесть тысяч, нам никто тоже эти денег не даст. Я знаю, что все-таки были какие-то у вас инвесторы, но они испугались того, что у вас нет земли. Об этом расскажите, чего лишился Петрозаводск, каких вложений, возможно? Ну, в данный момент они пытались пять миллионов рублей вложить. Именно как раз только в первом начале. Это крупная компания, не местная, или кто это? Ну, ребята, да, они сами не местные, но вот они открылись завод, как я и говорил, что, как говоришь, в пригороде. И все, вот они занимаются своей деятельностью. А так вот, да, они готовы именно были на благо Петрозаводска, на благо Карелии, вот именно вложиться в технические виды спорта. Давайте четко, чтобы те же чиновники услышали, что вам нужно от чиновников, какая помощь? От чиновников нам нужна только земля. Все, больше нам ничего не надо. Насколько это сложный процесс, чтобы мы понимали, получить землю под стадион? Нет, ну, землю мы получили. Вот единственное, чтобы вот будем сейчас пытаться встретиться с Галиной Игоревной Ширшиной, чтобы о продлении вот именно договора аренды. Если земля все-таки останется за нами, то мы, естественно, будем развиваться, искать инвесторов. И процесс пойдет. Для детей и для призывной молодежи будет это очень интересно. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то предположения, кому понадобился этот участок земли? Почему вас попытались оттуда выгнать или задушить всю вашу деятельность? Ну, вы знаете... Может быть, там хотели жилой комплекс построить, но так часто бывает. Ну, я говорю, мы сами сделали вот межевание, кадастр, он даже не стоял, эта земля не стояла на учете. Все мы это сделали. Я не знаю, может быть, кому-то, конечно, это понравилась земля. Ну, вот все, видите, получилось так, что все проблемы вот именно исходят от министра спорта, они накопились, что и получается, что сейчас мы с администрацией не можем договориться. Потому что судить... Вы же с Вороновым наверняка встречались. Что он вам ответил? Зачем он душит на корню ваших... Ну, с Вороновым больше не встречались. Мы встречались именно с его людьми, будем так говорить. Они сказали, что вот, не знаю, это лично, лично, может, не знаю, с чем это связано. Ну, вот в данный момент вот он нам обещал, обманул со всех сторон. Ну, и вот, естественно, давление все равно вот оказывал. Полтора года вот мы судились по этой земле. И все вот накопилось, вот именно накопились эти долги, вот благодаря только ему. А они, когда подали в суд, сказали, что у них там беговые дорожки, они как-то аргументировали, ведь там ничего не было? Да, значит, демонтировать шламбам, там шламбам стоял, шламбам был поставлен, чтобы мусор не завозили туда, и привезти в первоначальный вид. Вот сначала первого заседания у нас было. То есть они вам предлагали весь мусор обратно? Обратно мусор, да, завезти, или пусть кто-то завозит. Ну, вот именно так, что вот. А когда беговые дорожки, там нельзя нам... Большая часть вот этой территории как раз нам нужна была под трассу. И мы, когда были экспертизы судебные, все эти, и мы не могли прикоснуться к земле. Есть ли без этого участка земли у мотоспорта в Карелии какое-то будущее? Или все упирается вот именно в этот ПЛМК-стадион? Ну, потому что там уже наполовину, как я и говорил, что трассу мы уже сделали за время, вот когда... Сколько вы туда вложили денег и усилий? Около двух миллионов. Это на то, чтобы разровнять, сделать горки, прыгары, трамплины? Да, сделать трамплины, завозили грунт, все вот. Около двух миллионов. Около двух миллионов, получается, вы вложили еще, не отбили ни копейки? Да, и два миллиона, вот мы в Сулажгорские высоты вбили. В общей сложности мы потратили 4 миллиона. Вот две трассы мы построили, и все впустую получилось. И еще теперь должны миллион 200. Еще и должны миллион 266 тысяч. То есть такая у нас помощь молодежным видам спорта оказывается в Карелии, чтобы все понимали. В телевизоре всегда говорят, что все, воспитание военно-патриотической молодежи... А вы отчеты чиновников республиканских, городских читали, они, может быть, там понаписали совершенно другую информацию? Ну, я не знаю. Такое бывает. Я, честно говоря, не читал отчетов. Но в данный момент, когда я вот прихожу даже с постановлением Владимира Владимировича Путина, что вот помогайте нам, что мы все-таки юрлицо ДСАА в России, наша федерация. Но, к сожалению, во внимание вообще не берут, нас просто отталкивают. Последние ваши шаги следующие. Встреча с мэром, еще с кем? Ну, встреча с мэром, конечно, встретиться на решение вопроса с землей. Если, конечно, Галина Игоревна нам откажет, то наша федерация, наверное, прекратит свое существование. Потому что у нас таких денег нет. Миллион двести шестьдесят шесть тысяч. Просто нет. Будем так или иначе надеяться на то, что вопрос решится положительно, в вашу пользу. Желаем вам удачи. Спасибо, что вы не сдаете. Приходите к нам еще. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Важная тема». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски доступны на сайте tnt.defisoneko.ru. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин